Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный Обзор. Сегодня я расскажу вам о том, как из старого монитора сделать современный смарт-телевизор. О том, что вовсе не обязательно выбрасывать его или продавать, он еще послужит вам. Ведь для того, чтобы купить даже самый дешевый телевизор в магазине, вам придется раскошелиться на 20 тысяч рублей. А еще можно из старого смарт-тв, который уже тормозит и нормально не работает, собрать современный, не меняя его за большую сумму денег, он будет работать как новенький, не тормозить и иметь все самые современные функции. Я думаю, что вы догадались о том, что я имею в виду телевизионные приставки, основной из которых является Xiaomi, не имеющая конкурентов, ведь она на Android и позволяет быть гибкой своему программному обеспечению. Стоит она уже в районе 6500 рублей. Но на мой взгляд, есть варианты и поудобнее. Это, конечно, Яндекс.Модуль, который работает в комплекте с Алисой и можно управлять голосом, даже не используя пульт. Ну и самый дешевый, при этом удобный вариант, это Сбер Салют. Он появился совсем недавно и является хорошей приставкой за свои деньги. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и мы начинаем. Сегодня мы с вами не будем рассматривать самую знаменитую приставку от Xiaomi, которая стоит 6500 рублей. Она достаточно дорогая и в нее можно накатить торренты для того, чтобы бесплатно просматривать какой-то контент. Я не из тех, кто гоняется за подобными вещами. Мне больше нравится автоматизация и удобство. К примеру, запускать голосом Smart TV или ставить какой-то фильм. Можно сказать, Алиса, поставь такой-то фильм и он обязательно будет включен в ту же секунду. И поэтому мы начнем с распаковки Яндекс.Модуля, а потом посмотрим на Салют.Сбер. Во-первых, здесь у нас есть сразу реклама сервиса Кинопоиск с Яндекс.ТВ. И это управляется Алисой, что самое важное. Фильмы-сериалы, мультфильмы, кино, видеоблоги и прочие, треки, подкасты. И все это входит в подписку Яндекс.Плюс. И также у нас здесь есть, посмотрите, перечень команд, которые мы можем использовать в данной ситуации. Например, можем включить какой-то определенный канал, показать мультики, попросить. Ну и все такое. Прекрасно. Прекрасно упаковали, слов нет. Значит, что мы здесь видим внутри. Вот сразу кабель, QR-код для программного обеспечения, я так понимаю, с телефоном, чтобы связаться. И, соответственно, сразу объяснение, как все это должно быть устроено. К адаптеру питания здесь, а здесь к телевизору. Открываем. Ох ты, посмотрите, ребят, вот такая комплектация. Ох ты, ох ты, вот так. И инструкция. Посмотрите, как упаковка на самом деле очень круто выглядит. Здесь сделано все на высочайшем уровне. Если вы хотите после просмотра этого видео получить в подарок 500 рублей, вам нужно заказать дебетовую карту Альфа-банка по ссылке в описании. Когда она к вам придет, это совершенно бесплатно, вам нужно воспользоваться этой картой, совершив любую покупку даже на 50 рублей. И тогда вам на счет упадут 500. Я рекомендую пользоваться Альфа-банком, хотя бы потому, что сам пользуюсь им 15 лет. Весьма прогрессивная организация. Ага, здесь уже стоят батарейки, две штуки. Используются мизинчиковые. Это какой-то дешевый вариант, я так понимаю. Но я думаю, что на год как минимум хватит. Посмотрите, у дистанционного пульта есть вот отверстие, насколько я понимаю, мультимедийный динамик. Что же он будет воспроизводить? Скорее всего, просто пикать. Если вы знаете, что за дырочки на задней поверхности, то обязательно расскажите мне об этом. Сверху обычный инфракрасный излучатель, который будет управлять устройством. Ну и здесь стандартно, вот кнопка вызова Алисы домой. Ну стандартные на самом деле мультимедийные кнопочки. Пультики ТВ приставок представляют собой, ну обычное управление с набором кнопок, плюс-минус громкость, мутировать вперед-назад. И самое главное, это вызвать ассистента. Нажимаешь на кнопку и не обязательно говорить имя вашего помощника. То есть не обязательно произносить имя Алисы. Она слышит вас и так через кнопку. Например, включи телевизор, выключи вентилятор. И в таком дуке. А еще у каждого пультика есть свой инфракрасный излучатель, при помощи которого он включает и выключает ваш телевизор, действуя напрямую по инфракрасному порту. То есть управление происходит не через HDMI, а именно через вот этот инфракрасный датчик. Ну а часть управления все-таки самой приставкой, которая находится за монитором или за телевизором, происходит при помощи Bluetooth-канала. Это означает, что приставка вовсе не должна быть перед глазами. Ее можно спрятать за телевизор, и она все равно будет работать и хорошо управляться. Что касаемо шнура питания, то он явно длинный. Явно это с метра где-то хотя бы. И с одной стороны у нас USB-A, а с другой стороны USB-C. То есть стандартный абсолютно шнур. Также здесь у нас есть блок питания. Давайте сразу распечатаем его и посмотрим, что он из себя представляет. Подставляет пометочка Я, то есть Яндекс. Потребляет совсем немного, 7,5 Вт по крайней мере выдает зарядное устройство. Оно классическое, то есть ничем не примечательная штука. И здесь, насколько я понимаю, это просто HDMI. Шнур, так, раз, здесь HDMI. И здесь, с двух сторон. Я так понимаю, этим мы будем подключаться к телевизору. Так, и теперь достаем саму Яндекс.Станцию. Но здесь что такое вообще Яндекс.Станция? По сути, это устройство на Android. То есть это как бы мини-смартфон, только без дисплея. Понимаете? Заточенный под определенные задачи. По оперативке здесь всего 2 гига. Собственной памяти 8 гиг. То есть это не самое крутое устройство, да, из современного мира. Он очень легкий. И тут, соответственно, мозгов всего ничего, скорее всего. Если же рассматривать характеристики, то все телевизионные приставки хорошего качества обладают оперативной памятью 2 гигабайта. Кто-то посчитал, что этого достаточно для того, чтобы воспроизводить 4K видео и чтобы интерфейс вообще не тормозил. Собственно, в Яндекс.Модуле это оправданно. Он вообще не тормозит и является очень плавным. Это как будто iPhone в мире ТВ-приставок. Что касается Салют Сбер, то он слегка подтормаживает и не является таким уж быстрым. Хотя здесь такая же оперативная память и тоже, как и здесь, стоит своя система. Ну, что-то вроде Тайзена, только называется по-другому. Тайзен, кто помнит, в Самсунгах была система вместо Android менее ресурсоемкая, но при этом тормозная до ужаса. Здесь на борту 16 гигабайт, куда вы можете установить приложение или скачать что-то еще. Но здесь нужно учитывать, что вы не сможете установить левые приложения, а только те, которые одобрены операционной системой лицензионного формата. Здесь та же самая ерунда. Здесь вы можете поставить только какие-то приложения, одобренные этой системой. То есть покупаем мы, по сути, не это устройство, а саму идею и сервисы. Давайте посмотрим, как это все в сборе, поскольку у нас, с одной стороны, совершенно логично и понятно, что сюда подключать. Здесь приемник инфракрасного сигнала. И, значит, мы делаем вот так. А здесь мы делаем вот так. Все. У меня дома довольно современный смарт-телевизор от компании Samsung, однако купленный уже более пяти лет назад. Это значит, что его железо уже устарело. Но, тем не менее, сама АЖК-панель меня полностью устраивает. У нее отличные цвета и высокое качество. Менять только потому, что устарело железо, это, наверное, просто расточительство. Ведь когда-то я покупал его за 85 тысяч рублей, по тем деньгам, которые были пять лет назад. Поэтому, конечно, не стоит разбрасываться туда и сюда вашей техникой. К тому же это засоряет экологию. Гораздо проще поменять мозги и телевизору, и он станет более современным, если сам дисплей вас устраивает. Именно поэтому я решил использовать TV-приставки нового поколения. Ну вот теперь все понятно. Это был не инфракрасный приемник, а просто это индикатор питания. И подключать нужно к разъему HDMI. Да, телевизор у меня старый, но зато он формата 4K. И, конечно, я не хочу его продавать. Зачем? Платить просто за то, чтобы у тебя стали мозги у телека другие. Да он и так нормально показывает. Коробочка решает вопрос. Я имею в виду приставку. Вся моя домашняя экосистема построена на Яндекс, поскольку когда-то мне понравилась Яндекс.Музыка больше, чем Спотифай. Там те же самые прекрасные алгоритмы и невысокий ценник. Ну а самая основная фишка это Яндекс.Станция Алиса. Когда вы начнете ею пользоваться, вы уже не сможете жить без нее, поскольку она управляет светом, включает пылесос и может делать массу интересных вещей. Посмотрите самую простую из них. Алиса, выключи свет. Алиса, включи свет. Вот так это все выглядит. Пульт управляет громкостью. Посмотрите. Также можно включать-выключать с пульта телевизор через инфракрасный датчик. Ну и, соответственно, управление происходит также через Bluetooth. Например, порекомендуй комедию. Секундочку. Сейчас найдем. И вот, пожалуйста, выдает различные варианты комедии. Или, например, можно это делать вообще без пульта. Посмотрите, я даже не прикасаюсь к нему и ничего не нажимаю. Алиса, включи Муз-ТВ. Окей, посмотрим канал Муз-ТВ. На этот раз она отвечает через колонки, то есть через акустические системы. То есть абсолютно удобное управление без участия пульта. Конечно, на сегодняшний день существует множество аналогов Алисы. Однако, мне кажется, что эта нейросеть даже разговаривает лучше, чем все остальные. Вот вспомните, самые популярные мемы в ТикТоке, связанные именно с Алисой. Кто старается пародировать Алису? Фактически все актеры дубляжа. И это говорит о том, что данная система наиболее популярна, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Она говорит очень правдоподобно, как будто бы ты слушаешь живого человека. Это не робот, как, например, у Салют Сбера. Это действительно голос, как будто бы живого человека. И это очень важно. Зачастую мне просто лень даже брать пульт в руки. А зачем это нужно, когда мы живем в современном мире? Алиса, включи видеоклипы. Алиса, клип номер 2. Но вы видите, как это происходит быстро. Естественно, к Xiaomi так не умеет. В этом и преимущество. Кстати, если вам интересно более подробно услышать о том, как работает Яндекс.Станция Алиса, какие команды она выполняет и насколько удобно можно ее применять, поставьте как можно больше комментариев с просьбой сделать именно такой обзор. И я постараюсь рассказать вам об этом. Алиса, включи Рик и Морти. Второй сезон, пятая серия. Запускаем. Алиса, перемотай на 3 минуты вперед. Но, ребят, вы сами видите, насколько это удобно. И это никак не сравнится с другими сервисами. Именно поэтому я для себя выбрал Яндекс.Модуль в качестве основного. К примеру, если у вас дома уже есть Яндекс.Станция Алиса Мини, то вам незачем покупать дорогую за 25 тысяч. Вы можете просто докупить Яндекс.Модуль за 6 тысяч, и она скооперируется, сколлаборируется или создаст тандем вместе с вашей станцией. Грубо говоря, вы будете старой станцией говорить команды, и модуль будет их выполнять. Также вы можете это делать с пульта. Тут получается интересная ситуация. Если включить музыку, то она заиграет с Яндекс.Станцией, которая у меня, кстати, подключена к большим колонкам. А если спросить что-нибудь, нажимая на кнопку, то звук отвечает из телевизора. Она отвечает на те же вопросы и выполняет те же команды, но уже связанные с видеоконтентом. Ну и, кстати, может прочитать новости. Теперь посмотрим, что по настройкам. Здесь у нас главное, ТВ, целая куча каналов, фильмы на выбор, сериалы на выбор, блогеры сведены в отдельную кучку, для детей, мультфильмы, музыка. Здесь нужна подписка Яндекс.Плюс, которую я постоянно использую, мне очень удобно. Здесь мы просто можем добавить несколько аккаунтов. Здесь у нас есть список приложений, которые вы уже сейчас можете использовать. Естественно, экосистема постоянно растет и обновляется. То есть спустя время вы увидите еще большее количество приложений. Обратите внимание также на плавность прокрутки. То есть это все очень красиво и плавно. Я прямо быстро нажимаю, и никаких торможений мы здесь не обнаруживаем. Моментально загружается любой фильм. Все, что хотите, делается очень быстро. Раз и поехали. Эти приставки очень простое решение. Вот представьте, лежит у вас монитор, который не нужен, как было в моем случае. Я уже давно хотел себе телевизор на кухню. Я смотрел в магазине, и мониторы, то есть телевизор, который имеет разрешение всего лишь 720p, стоит от 20 тысяч рублей. Это самые дешевые, причем низкого качества. Мой же маленький мониторчик имеет качество высокое, поскольку любой компьютерный монитор априори имеет более высокое качество картинки, нежели телевизор. Не знаю почему, но в мониторах матрицы делают получше. Возможно, с расчетом на то, что человек сидит перед ней прямо близко и видит все недостатки воспроизведения изображения. Отсюда и такое качество. Вы получаете не просто маленький, очень удобный телевизор, а еще и изображение, которое сильно выше, чем у того же телевизора за 20 тысяч. Так есть ли смысл покупать телек, когда можно доплатить 2,5 тысячи рублей за Салют Сбер и купить приставку, которая показывает все телевизионные каналы, в которую можно играть и которая имеет даже свой пульт дистанционного управления в эти деньги? Конечно, приставка с названием Сбер большинству людей не будет внушать доверие как технологии. Однако здесь Google Play, App Store, все работает. И есть самое важное в комплекте пульт дистанционного управления, и все это в цену 2,5 тысячи рублей. Очень важно, что она управляется голосом. Здесь есть возможность установить онлайн кинотеатры. Вот я вижу значок ОККО. Также ТВ-каналы, более 250 каналов, ну и какие-то там игры. Важно отметить также, что это приставка без Android. Упаковка сделана хорошо, между прочим. Я ваш виртуальный ассистент, живу внутри приставки. Ну что, посмотрим, что внутри. Вот такая схема подключения. Все просто здесь. Ну и теперь сама приставка. Здесь, понятное дело, что выглядит все самым обыкновенным образом. Вот такая черная коробочка. К тому же, видеть вы ее не будете. Она будет находиться всегда за монитором. Здесь HDMI кабель. То есть, примерно так вот втыкается в монитор. И куда-то подключается у нас вот блок питания. Так, что еще в коробке нам положили? Я смотрю язычок. Открываем. О! И комплект действительно богатый. Здесь мы видим большой кабель питания. Здесь у нас уже за нас предусмотрели, что не у каждого остались еще вот эти вот micro USB, mini USB разъемы. И поэтому спасибо, что положили. Блок питания тоже есть внутри. Вы знаете, очень богатая, я подчеркну, комплектация за эти деньги. Ну вот, абсолютно стандартный блок питания с одним ампером на выходе, 5 вольт. Потребляемая мощность очень низкая. Любой USB разъем может выдать вам столько же. В комплекте у нас есть также пультик дистанционного управления. Вот, посмотрите. Очень легкий, плюс-минус. Наверное, это вызов чего-то там, каких-то сервисов. Голосовой, скорее всего, сервис. Нажимаешь и говоришь что-то. И вот здесь можно увидеть микрофон, через который все управляется голосовыми командами. Мне также очень понравилось, что сюда положили сразу же батарейки. То есть, ну, предусмотрели вообще все. Есть и более дешевые варианты, чем 2500 рублей. Я не рекламирую какую-то конкретную приставку. Я лишь рассказываю о том, как можно это сделать. Ну так вот, если вы покупаете TV-приставку, которая принимает антенный эфирный сигнал, то она может стоить вообще 1500 рублей. Однако, на сегодняшний день я все-таки рекомендую приставки, которые работают при помощи интернета. Ведь ловить сигнал в эфире – это ерунда. Тем более, что он передается в качестве SD, которая уже устарела. В нем нет той высокой четкости, которую вы получаете с картинкой Full HD или даже 4K. Вы должны понимать это. Вы знаете, я видел другие TV-приставки в магазине, ну, неизвестно каких брендов для меня. И там не было ничего в комплекте. Только вот сам модуль и все управлялось, все с приложения. То есть, через приложение вместо пульта. Я считаю, что здесь комплектация за 2500 просто шикарная. 4K. На борту у нас есть 2 гига оперативной памяти и 16 постоянной. Сейчас будем разбираться. То есть, потрясающе все меня устраивает. Огромная разница в цене. Салют Сбер стоит всего лишь 2500 рублей. И за эти деньги вы можете адаптировать свой монитор в настоящий телевизор. Ну что же, вот старый монитор от компьютера, который я не использую и хотел его продать. А также я хотел купить телевизор. Подключил сзади приставку. С обратной стороны здесь повезло, можно сказать, что есть выход на 3,5 мм для звука. И сюда можно подключить колоночки. Нехитрыми манипуляциями я подключил пульт. И уже мне предлагают загрузить Сбер Салют при помощи сканирования QR-кода. Итак, мы подключили к монитору без мозгов современную ТВ-приставку, сделав из него Smart TV. Теперь осталось решить вопрос со звуком. Получается, если подключить колонки от компьютера, к которым требуется питание, то у вас сзади будет большое количество проводов. И это становится неудобным. Поэтому я рекомендую вам найти на Алиэкспрессе колоночки маленькие с разъемом Jack 3,5 мм, которые подключаются напрямую в телефон безо всяких усилителей и дополнительного питания. Да, они не будут очень мощными, но они будут звучать. И когда вы будете включать свой новый Smart TV, то автоматические динамики тоже будут запускаться. И не нужно включать кнопку питания на колонках и иметь дополнительные провода. У вас действительно будет настоящий телевизор. Ну а если вам все-таки нравится высокое качество звучания, можете сделать как я. Пока что для звука я использую колонку JBL Charge 3, у которой есть возможность подключения через шнур. В этом нет ничего сложного. Вот, посмотрите, каким образом это все выглядит. Немного информации по технологии, как это происходит. У приставки SaluteSber есть выход HDMI, который мы подключаем в телевизор. И звук передается через этот HDMI кабель. То бишь, внутри вашего монитора обязательно должен быть HDMI. Если какой-то другой разъем, то приставка попросту не станет работать. Она никак не сконнектится. Там нет какого-то беспроводного соединения. После того, как вы подключили, вам нужно где-то взять звук. Так вот, в вашем мониторе, для того, чтобы получился телевизор, сзади должен быть выход для звука. Да, есть такие мониторы. Что же делать, если у вашего монитора нет выхода для звука? 3,5 мм стандартного. В этой ситуации вам нужно подобрать такую приставку, у которой есть выход для звука внутри самой приставки. И такие варианты тоже имеются. Посмотрите на рынки. Ну, а также они могут передавать звук через беспроводной канал по Bluetooth, например. В этом тоже стоит разобраться. Однако, самый простой вариант взять монитор с выходом для звука и использовать приставку. Прямо сейчас вы видите, как колонка JBL подключена к монитору через кабель 3,5 мм. А в монитор звук поступает через HDMI с приставки, где преобразуется в аналоговый сигнал. И сейчас запусти Муз-ТВ. При этом звук воспроизводится качественно, и пульт управляет без вот инфракрасного спектра, поскольку здесь все происходит через Bluetooth. Ведь это не телевизор устаревший смарт, это просто обычный монитор. Ну что ж, в результате у меня на кухне стоит телевизор, который по качеству даже выше, чем те телеки, которые продаются в магазине. Причина очень простая. Все-таки у меня здесь Full HD монитор, а за 20 тысяч в магазине всего лишь HD 720. Причем, когда ты телевизор выключаешь, в данном случае монитор, он выключится, когда сигнал пропадет. Просто какое-то время посветится, несколько секунд, и вырубается. Таким же образом он включается. Нажимаешь, появляется сигнал, его определяет монитор и запускает картинку. Почему же я выбрал SaluteSber? Поскольку приставки телевизионного формата начинаются от 2000 рублей. Это самые дешевые китайские ноунеймы, в которых нет даже пульта дистанционного управления. Управление осуществляется через приложение, которое также придется установить, и каждый раз заходить в телефон для того, чтобы его включить и начать управлять телевизором. Это, конечно, неудобно. Отсюда я выбрал ту приставку. Несмотря на советы продавца в магазине купить дорогую приставку от Xiaomi, я взял дешевый SaluteSber и об этом не пожалел, ведь у него уже есть пульт и голосовое управление, то есть своя экосистема. Я нажимаю на кнопку, говорю, что мне нужно включить, и оно сразу включается. Это невероятно удобно, тем более стоит всего 2500 рублей, в отличие от Xiaomi, которая стоит 6 рублей. Здесь, опять же, нужно четко понимать, чего вы хотите от жизни. Если вы хотите установить торренты и скачивать видеоконтент бесплатно на свою приставку к Xiaomi, то, конечно, здесь придется раскошелиться. Однако, если вам хочется телевизор просто на кухню, и там это, ну, второстепенный телевизор, не являющийся основным, ну, так вы иногда его включаете, MTV, Муз-ТВ, там еще что-то, посмотреть так чуть-чуть, то, конечно, SberSalute это прекрасный выбор, на мой взгляд. Пока что не могу сказать о нем ничего плохого. У многих из вас возникнет вопрос, что именно, может, именно эта приставка. Ну, давайте посмотрим по меню. Во-первых, здесь устанавливаются все приложения. Пожалуйста, и ОКО, и Ютуб, все включается, причем включаться это может голосом. Посмотрите, переходим в менюшку, здесь у нас есть варианты фильмов, целая куча, пожалуйста, выбирайте. Варианты музыки, но здесь нужно подключить какой-то там сервис, он, кстати, бесплатный. Здесь не нужно подключаться вообще к Sber, для того, чтобы все это работало. Я никуда не подключался, никакие абонентские платы не вносил. При этом, посмотрите, вот игры, целая куча разных простых игр. Ваши дети оценят эту историю. Здесь у нас есть разные новые приложения, то есть экосистема на самом деле очень хорошая. И, соответственно, умные устройства от Sber. Вот подобие Яндекс той же самой лампочки, голосовое управление и так далее. Сейчас этого будет просто навалом, и каждая компания будет стремиться выпустить что-то свое. Обязательно покажите наш YouTube-канал одному из своих друзей, и это поможет нам больше, чем что бы то ни было. Ну и, конечно, прокомментируйте это видео, добавьте какую-то свою информацию, поправьте автора. Но только сделайте это конструктивно. Конструктив всегда приветствуется. А на сегодня это все. И я надеюсь, честный обзор поможет сделать вам правильный выбор или хотя бы понять, как действовать в данной ситуации. Я за то, чтобы мы берегли экологию, не выбрасывали мониторы, не утилизировали их, а использовали их до того момента, пока они действительно не перестанут работать. И мышление человечества должно в ближайшие годы в целом измениться, ибо у нас нет другого выбора. В противном случае растают ледники, и мы потеряем значительную часть территории. Должен каждый думать о том, как сберечь планету и поменьше нагадить ей, живя на этой самой планете. Ведь она и является нашим домом. На сегодня это все. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Меня зовут Евгений Донец, и я все сказал.